МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Ольги Пырочкиной в этом выпуске. Авария на дороге. Правительство Республики окажет помощь пострадавшим. Кризис как возможность роста. Глава Чуваши побывал на столичных предприятиях. Берег Левый. Жители Заволжи обсуждают благоустройство поселков. Мы еще раз возвращаемся к аварии, которая случилась вчера на выезде из поселка Кугеся. Там столкнулись пять автомобилей, включая маршрутное такси. По информации на данный момент, четыре человека погибли, 15 человек госпитализированы. Еще двоим была оказана амбулаторная помощь. В общей сложности пострадали 21 человек. Шесть из них доставлены по СМП Чебоксары, трое детей в Республиканскую детскую клиническую больницу и восемь пострадавших в Кугесях, в Чебоксарской районной больнице. Состояние различной степени тяжести они травмы получили. А ситуация сразу доложена была главе Республики Михаила Васильевича Игнатьеву. Доложили председатель Кабинета министров Иван Борисович Маторин. Михаил Васильевич дал поручение, прежде всего, конечно, медицинской службе оказать помощь необходимую пострадавшим, медицинскую, психологическую. Ну и сейчас органы власти должны оказывать помощь и семьям погибших, и семьям пострадавших, и материальную, и морально-психологическую. Потому что ситуация, да, действительно, ДТП очень серьезная. Эту тему обсудили сегодня на заседании Кабинета министров Республики. Глава Чувашии Михаил Игнатьев высказал соболезнования родственникам погибших и заверил семьям пострадавших в том, что без помощи они не останутся. Семьям погибших уже оказана психологическая помощь. Из 17 пострадавших один находится на стационарном лечении. Шесть человек, в том числе и два ребенка, на амбулаторном. Понятно, причины будут соответствующие службы выяснять, проводить экспертизы. Но самое главное, мы потеряли людей. То есть есть люди пострадавшие. Это очень значимо для всех нас. Соболезнование от нас всем тем родителям и близким родственникам, которые на сегодняшний день получили невосполнимую утрату, при этом, Иван Борисович, прошу оказаться в действии в похоронах. Глава республики поблагодарил спасателей и врачей скорой помощи, которые среагировали максимально быстро и сделали все возможное, чтобы спасти жизни людей. О том, какие еще вопросы обсуждались в наседании Кабинета министров, вы узнаете в вечернем выпуске новостей. Экономическая нестабильность в стране накладывает свой отпечаток на работу предприятий республики. Глава Чувашии Михаил Игнатьев посетил несколько крупнейших производств. Чтобы выяснить, как справляются коллективы с кризисом и какую поддержку может оказать правительство, подробнее в следующем сюжете. Чапаевский завод основан еще в 1941 году и за свою историю повидал немало, поэтому опыт выживания на рынке у предприятия есть. Возможно, благодаря этому производство и сейчас не стоит на месте и постоянно осваивает новые ниши. В соответствии с программой развития акционерного общества производственного объединения Чапаева планируют к 2018 году достичь следующих показателей. Объемы производства до 4 миллиардов рублей, среднегодовой выработки 1,67 миллионов рублей, средняя заработная плата должна увеличиться более 35 тысяч рублей и рост числа прибыли до 275 миллионов рублей. Вот сейчас кризис в стране, а у нас новые рабочие места. То есть мы людям даем и работу, и достойную заработную плату. У нас очень хорошие условия. И бытовые помещения, и раздевалки, душевые. О нас очень заботятся. Продукцию чулочно-трикотажной фабрики знают в 62 регионах страны и даже за ее пределами. Мы ведем переговоры и я надеюсь, что в апреле мы подпишем контракт с итальянцами уже на более высоком уровне. Михаил Игнатьев поговорил и с работниками предприятий. Вопросов было немало. По оплате коммунальных услуг, работе медицинских учреждений и состоянию дорожной сети в столице. В прошлом году только мы в город Чебоксары выделили 1 миллиард рублей. Для того, чтобы отремонтировать дороги, таких денег город вообще не увидел. В этом году мы получили уже решение правительства Российской Федерации. 220 миллионов рублей получаем и направляем на реконструкцию Московского моста, чтобы 6 полос. Делать все это непросто. Правительство республики в ручном режиме контролирует ситуацию на предприятиях. И как отметил министр экономического развития Чувашии Владимир Аврелькин, за легкую промышленность можно пока не волноваться. Она обновляется и завоевывает все новые рынки. Екатерина Абрамова, Алена Алтухова, Александр Петров, Республика. На то, чтобы отчитаться о своих доходах, у россиян остается чуть больше месяца. 30 апреля заканчивается срок подачи налоговых деклараций. Существует две категории налогоплательщиков среди физических лиц. Первая – это те, кто не обязан предоставлять налоговую декларацию, но вправе это сделать, чтобы получить, к примеру, налоговый вычет. Вторая – те, для кого подача декларации – дело обязательное. Это те лица, которые в первую очередь получают доходы от аренды, как недвижимое имущество, транспорта, другого имущества. Те, кто у нас реализовал свои квартиры, дачи, земельные участки, транспортные средства, если владели этим имуществом менее трех лет. Лица, которые получили имущество в порядке дарения, лица, которые занимаются различными видами деятельности, как зарегистрированный статус предпринимателя, так и разве, получившие доходы. Ну, к примеру, давайте, наверное, назову, это репетиторы. Это у нас много физических лиц, которые занимаются отделочными работами. Список достаточно обширный. Узнать, попадаете ли вы в этот перечень и задать другие вопросы можно на днях открытых дверей. Ближайшие состоятся 27 и 28 марта. Заполнить декларацию можно в специальной программе на сайте Федеральной налоговой службы. www.налог.ру Однако подать документ в электронном виде пока не получится. Его придется распечатать и принести лично в ведомство. По данным на 1 марта жители Чуваши уже предоставили более 29 тысяч деклараций. Тысяча один человек заявил сумму доходов более миллиона рублей. О доходах от 10 до 100 миллионов рублей заявили 10 человек. Начисленную по декларации сумму налога нужно будет оплатить до 15 июля. Ольга Бырчкина, Сергей Рябчиков, Республика. Массовую драку молодежи в Чебоксарах накануне удалось пресечь полицейским. О скоплении агрессивно настроенных людей за гаражами по проспекту трактора строителей сообщили жители. В итоге выделение полиции доставили более 20 человек. Кстати, учащаяся молодежь не впервые собирается для решения конфликтов подобным образом. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы МВД. В Чебоксарах полицейским удалось пресечь массовую драку молодежи. Примерно в половине девятого вечера в отдел полиции номер 3 у МВД России по городу Чебоксары поступило сообщение о скоплении агрессивно настроенных людей за гаражами по проспекту трактора строителей. Туда были направлены ближайшие экипажи полиции, которые доставили в отделение более 20 человек. Учащаяся молодежь в Чебоксарах не впервые собирается для решения конфликтов ситуации подобным образом. И полиция старается вмешиваться сразу, чтобы не допустить массовых беспорядков. Когда человек один, когда человек компании небольшого количества людей, двух-трех, он думает немножко по-другому. Он способен более здраво, более трезво мыслить, эмоции не перехлёстывают. Когда же он попадает в более широкую аудиторию, там, естественно, уже присутствуют несколько иные элементы мышления, так называемый элемент толпы. Не исключаем, что при подобных сборах молодых людей могут присутствовать провокаторы, которые могут выдвинуть идею, оказать какое-то неповиновение, злостное неповиновение сотрудникам полиции, могут какие-то иные предложения по нарушению общественного порядка. Естественно, всё это влечёт за собой последствия. К примеру, студент из Чебоксар, который приехал на автомашине, чтобы забрать участников одного из таких сборов, был осуждён за насилие в отношении полицейского. Он не подчинился требованию инспекторов ГАИ и провёз полицейского на капоте. В приоритетных задачах столичных властей стоит благоустройство за Волжье территорий, где годами копились проблемы. В посёлке Сосновка состоялись публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в микрорайоне Первомайский. В будущее микрорайоны заглянула и наша съёмочная группа. В Доме культуры посёлка собрались жители, ради которых и задумана реконструкция Первомайского. Специалисты говорят, что проект учёл все потребности людей, живущих на левом берегу Волги. По посёлку Первомайск у нас существует недостаточность водоснабжения и отсутствие канализации. В этом проекте планировки это всё предусмотрено. Проект планировки территории готовится и в том числе для того, чтобы провести работу по передаче земель из федеральной собственности в муниципальную собственность. Жители посёлка смогут приватизировать свои земельные участки. В планах подключение водо-электрогазоснабжения, развитие транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов и многоквартирных домов. Проект – хорошее дело. Во-первых, это взгляд в будущее. Это говорит о том, что население должно расти. И для растущего населения нужно какие-то улучшения, переустройство, организация не только жилья, но и прудоустройство. Уже обсудили проекты благоустройства пяти посёлков Заволжья. И в каждом из них учитывались общие тенденции, характерные именно для этой территории. Генеральный план развития района предусматривает завершение строительства как к 2035 году. Заволжская территория предназначена в основном для рекреационной деятельности. И генпланом предусмотрено, что к 2035 году почти в 10 раз увеличится численность населения. Эта территория тоже будет одним из мест для привлечения, во-первых, отдыхающих, во-вторых, места приложения труда. В посёлке Сосновка уже начато строительство первого многоквартирного дома. Так что начало большой работы положено. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Грачи прилетели. Из-за аномально тёплой весны первой перелётной птицы появились чуваши уже в конце февраля. Массовая миграция пернатых, по словам экспертов, ожидаются уже в конце марта. Юные орнитологи Чувашии собрались на ежегодную конференцию, чтобы обсудить текущие вопросы сообщества. Шестая республиканская орнитологическая научно-практическая конференция учащихся приурочена к Международному дню птиц. Оказывается, любителей подробностей пернатой жизни у нас немало. Конференция у нас обычно проходит два тура. Первый – это заочный тур, когда по интернету присылают работы. У нас жюри, компетентный жюри проверяет эти работы, оценивает свои работы. И потом уже, в общем, всё это мы проводим открыто. И таким образом после первого тура мы выбираем наиболее лучшие работы и их приглашаем уже на очный тур, где они могут сами поделиться своими работами, пообщаться друг с другом. Какие-то новые идеи у них возникают, новые планы. И таким образом пытаемся их поддерживать. Каким образом ласточки строят гнёзда? Когда ожидается массовый прилёт серых цапель, как лебеди кормят птенцов? Всё это и многое другое ребята изучают с интересом, не проводят свои научные исследования. Мне понравилось работать специально, мне понравилось ходить в лесу и считать их гнёзда, определять размеры деревьев, на которых они гнездятся, вычитывать, сколько гнёз, всего. Я хочу увеличить популяцию серых цапель, потому что они очень нравятся. Я хочу, чтобы все перестали вырубать леса, из которых много дубов. Кстати, впереди самое благоприятное время для научных исследований лета. В этот сезон всегда можно посмотреть, что получилось, а что пока нет. Я очень хорошо отношусь к природе. У нас дома три гнезда ласточек, и мне очень стало интересно. И я решила принять участие. После прилёта ласточек каждый день выходила и смотрела, и изучала их поведение, как они кормят своих птенцов, за сколько недель птенцы вырастают. Такую любовь к природе взрослые только приветствуют, ведь именно этим ребятам придётся заботиться об экологическом будущем нашей планеты. Это вся информация к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00. Оставайтесь с нами и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин